Здравствуйте, это программа ТОКИ, и здесь мы всегда разговариваем с интересными людьми. Сегодня у нас в гостях известный спортивный журналист, телеведущая и теперь еще и писатель Наталья Кларк. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, очень приятно, что пригласили. Я действительно ведущая телеканала Матч ТВ, корреспондент на хоккеях, работаю репортером, комментирую матчи континентальной хоккейной лиги и совсем недавно занялась тем, что начала придумывать детские рассказы. Но они основываются, конечно, на историях, которые я вижу в жизни маленьких спортсменов и, может быть, те сложности, которые им предстоит преодолевать. Вообще, я счастливая мама и счастливая жена, так что и вам желаю всего хорошего в вашей жизни каждый день. Ну, представлять вас любителям хоккей, наверное, и не надо, тем более мы сейчас находимся в Воскресенске, одном из самых хоккейных городов. В Нике, да. Вообще, впечатление от того, что вы приехали в Воскресенск сегодня? Невероятно. Я как будто перелеснула несколько страниц в своей жизни, потому что сейчас мы ехали, разговаривали, мне ребята говорят, вот это наш дворец. А я его прекрасно помню. Я помню еще тот химик, который был в какой-то степени и легендарным в том числе. Потому что я помню 2004-2005 год, наверное, когда сюда приезжали игроки и Герман Титов. Масса таких ярких воспоминаний о том, как здесь всегда болели активно, всегда были полные трибуны. Было холодно, может быть, иногда мороз крепкий. Обычно приезжаешь зимой на матчи чемпионата. Это вот и самые яркие впечатления о хоккее, в том числе, наверное, связаны с Воскресенском, потому что здесь действительно хоккей очень любят. Я помню, что всегда там от мала до велика люди ходили семьями. Если вот сейчас есть такая политика, снова прививают вот эту любовь в больших городах к хоккею, чтобы хоккейный болельщик был, болельщик это целой ячейки, то есть семьи. То вот как раз-таки в Воскресенске, я надеюсь, до сих пор живо и пусть сейчас немножко другие высоты у команды в любом случае, я очень надеюсь, что это сохраняется. Я прекрасно знаю, что там был, по крайней мере, раньше прекрасный музей, где были выставлены какие-то экспонаты, исторические справки про то, кто здесь выступал, какие здесь замечательные тренеры в том числе были. Поэтому я думаю, что вот это нужно всегда обязательно беречь и сохранять, и передавать, и прививать. И только так мы можем сохранить и, наверное, улучшить наши результаты хоккейные в будущем. Вы знаете, к вашей профессии хочется вернуться, потому что все-таки женщины хоккея не первый раз, да, эти рассказы, шаблоны, что нет, женщины ничего не понимают в хоккей. Зачем? Как вы вообще, как развивалась ваша карьера? Как вы попали в журналистику, и уж тем более в спортивную хоккейную? Развивалась, может быть, неоднозначно, может быть, не так как-то по какой-то прямой линии, может быть, такие были завороты в судьбе, которые нелогичны. Но в любом случае, да, действительно, я когда училась в университете на первом курсе Кубанского госуниверситета, я пошла на практику, нас отправляли на радио ГТРК Кубань. И, соответственно, я поняла, что, ну, в принципе, все преподаватели всегда говорили, ну, кто работает в журналистике, кто преподает в журналистике, на факультете журналистики, что очень практика очень важна, потому что мы можем много говорить о теории, изучать теорию журналистики самой, изучать зарубежную литературу, обогащать свои знания различными способами. Но в любом случае вам ничто не заменит именно непосредственно практика. И я пошла, мне понравилось, и как-то так получилось, что там был набор, мы пошли с моей подружкой, я даже ее хотела просто поддержать, а так получилось, что, ну, как-то вот меня заметили и меня вот взяли. Тоже такой был судьбоносный какой-то, может быть, момент. И, соответственно, там как раз набивало руку, набивало голос, я бы так сказала, потому что там вот на ГТРК Кубань была такая система, что прежде чем начать работать на телевидении, нужно пройти школу радио, чтобы оформился голос, чтобы ты понимал, что такое сюжет, что там есть начитка, есть фрагменты интервью, которые нужно вставлять. Соответственно, сам сюжет ты выстраиваешь от начала до конца, но все это делаешь вот в аудиоформате. А потом уже как раз-таки в 2003 году в Москве образовался телеканал «Спорт», и уже телеканал «Спорт» федеральному каналу требовались на местах в регионах представители. Они, соответственно, как правило, поскольку это была система в ГТРК, то они, соответственно, контактили с ГТРК местными, да, и вот с ГТРК Кубань. И так получилось, что мой руководитель тогда как раз мне сказал, что, ну, чтобы не тратить, поскольку, говорю, спортивные соревнования, это в основном суббота, воскресенье, выходные, ему как-то, может быть, было чем заняться. Он говорил, хочешь? Я говорю, хочу. И вот так вот начала делать сюжеты. Потом была практика уже на телеканале «Спорт», они приглашали всех региональных корреспондентов. И вот, может быть, кто знает, помнит Саша Бедрев, тоже корреспондент нашего канала, он приехал тогда из Омск. Так вот мы из этой вот плеяды, собственно говоря, завитка такого. И я тогда, ну, тоже для себя цель какую-то поставила, что надо оставаться, надо работать здесь. Тем более, что я поняла, что там был молодой как раз-таки телеканал спорт, сам по себе был молодым. И ребята все работали там молодые. Там кто-то заканчивал МГИМО, кто-то из МГУ. Я в скромный Кубанский государственный университет в то время училась на, соответственно, втором-третьем курсе. Потом уже ездила заочно, сдавала просто сессии в Краснодар. Ну, таким образом. Ну, знаете, совсем молодая в этом. Да, 18 лет. Вы, наверное, может быть, даже мечтали о какой-то карьере в журналистике, не знаю, со светскими львицами интервью убрать? Нет, нет, нет. Вы прям сразу полюбили? Нет, ну, я такая девушка активная, но я не то, что Барби, да. Я вот, я имею в виду не про Барби, для меня какой-то такой глянец никогда не нравил. Не то, что не нравился, он мне был неинтересен. Какие-то там звезды, кинозвезды, певцы. И нет, это точно абсолютно не мое. Я, в принципе, всегда в школе была активисткой, всегда в спорте принимала участие в различных соревнованиях, в которых только можно было, веселых стартах и так далее и тому подобное. И поэтому, когда как раз-таки там было опять творческое задание, редакционное задание, Кубок Мэра проходил летом предсезонный турнир, меня отправили в Старые Сокольники еще тогда. Там играл и Спартак, и ЦСКА, все легендарные команды, еще легендарные игроки, который сейчас, Андрей Разин, который сейчас руководит уже и тренер Череповецкой Северстали, тогда он был еще игроком, и я брала у него интервью, тогда вообще помню, напутала все. Ну, в общем, было много чего такого смешного сейчас уже, конечно. Но это был такой старт, и Крылья Советов я еще помню, Сетунь, когда, тоже говорю, вот эти вот все дворцы, для меня такие вот знаковые места хоккейные, это помимо Воскресенска, это вот в Москве, там, это Старые Сокольники, как ни странно, да, и Сетунь, Крылья Советов, потому что очень много именно такого эпохального, еще советского, естественно, в этих местах названиях. Да, это уже было, конечно, особая атмосфера. Ну, и вот так, вот так, и я поняла, что хоккей мне очень нравится, вот, допустим, мне многие иногда спрашивают, у меня было желания, ну, комментировать, или там делать репортажи про футбол. Ну, не, как-то не цепляет меня так футбол, как хоккей, потому что хоккей мне нравится, быстрая смена, да, вот эти быстрые смены игроков, быстрое движение шайб, быстрое принятие решений, и вот это вот все, и самое главное, прохладно. Мне очень нравится лед, коньки, это моя стихия, вот, ну, как-то я люблю это дело. Потому что вы, наверное, родились в холодном городе. Да, родилась в холодном городе, ну, вот мы сегодня тоже ехали по дороге, спрашивали, да, в Якутске родилась, но я, честно говоря, ничего не помню из этой биографии, из части биографии своей жизни, потому что меня родители увезли в два года, и я там мечтаю побывать в Якутске уже в зрелом возрасте, чтобы что-то посмотреть. Может быть, как раз сейчас, когда у нас в стране есть возможность больше летать по городам, я имею в виду для того, чтобы посмотреть, изучить, вот летом собираемся на Байкал, может быть, следующим летом двинем еще дальше, вот как раз доедем до Якутска. А я удивлен вообще, что в Якутске нет какой-то серьезной хоккейной команды, которая играет на каком-то более-менее серьезном уровне. Ну, мне кажется, все зависит, опять-таки, вот, ну, так получается, что хоккей не дешевая, да, история, и даже иногда легендарным клубам нужно иметь и ощущать поддержку для того, чтобы не просто не загнуться, а для того, чтобы развиваться. Ну, вот, в Якутске, наверное, пока не сложилось в том плане, что просто нет такого человека, который вот яро бы любил хоккей. Любил бы хоккей и там развивал бы, может быть, после вашего визита. Может быть, может быть. У нас будет команда якутов тогда. Про вашу фамилию, да, вот я единственное, что нашел, что это ваша фамилия настоящая, и ваши предки немцы. Да это не немецкая фамилия. Бобби Кларк, это канадский хоккеист. Здесь вообще, если покопаться глубже, у нас были родственники, которые занимались изучением всех этих источников и истоков наших, то очень же много было в России переселенцев, да, в свое время. И вот еще фамилия Кларк, ну, поскольку, говорю, у меня папа в Башкирии родился, да, но там, может быть, какие-то были туда-сюда миграции, очень много еще при царях различных, и там, начиная с Екатерины Второй, может быть, приглашали всегда иностранных специалистов для того, чтобы они обучали тех, кто живет в России каким-то, ну, мастерству какому-то, каким-то делам. И вот как раз-таки Кларки, те, которые вот сейчас, в моем, по крайней мере, лице, это шотландские добычки руды, вообще вот какая-то такая история, ну, то есть я говорю, что я могу там, может быть, где-то что-то ошибаться, но что-то было связано с полезными ископаемыми, что, действительно, и вот из Шотландии приглашали, и вот как-то так вот все осталось. Наверное, натурализовались там. Ну, это же нормально, да, остались, жилились там встретили. Да, это было вполне норм. Вы знаете, что интересно, что вы посоветовали молодым, например, начинающим журналистам, вот так и сразу звучная фамилия Кларк, да, сразу? У нас как-то привыкли к иностранных фамилиях. Ваш земляк Игорь Лорионов тоже совсем недавно спросил, говорит, так вот мы сколько уже лет знакомы, сколько лет как бы работаем рука об руку, он первый раз мне спросил, говорит, так вот, Кларк, твоя настоящая фамилия? Да, Игорь Николаевич. Всех интересует. Да, совершенно да, точно. Вот, а молодым людям, вы знаете, часто они хотят тоже иметь такую звучную фамилию, иногда себе придумывают, да, берут какой-то творческий псевдоним. Студут ли мне эти фамилии, вот просто ваша точка зрения? Не знаю, я считаю, что не фамилия делает человека, а человек фамилия. Мне повезло, да, ну, вот опять, когда был выбор, наверное, вида спорта, меня, я ведь тоже не знала об этом раньше, когда пока не пришла в хоккей, никогда не стала изучать историю вообще хоккей, но стала интересоваться зарубежным хоккеем, там, сборной СССР больше, там, суперсерии даже той же, где, в общем-то, много различных имен и фамилий. Я потом уже уловила, что, ой, как мне повезло, что я пошла в хоккей, а тут еще, оказывается, и хоккейная, очень хоккейная фамилия Бобби Кларк. Меня, кстати, потом на работе до сих пор все зовут Боббиевна, ну, так в шутку, что, мол, Бобби Кларк оставил как-то здесь какой-то след через тебя. Но я считаю, что это совершенно не имеет значения. Фамилия – это то, что у тебя есть, да, то, что ты должен, если ты хочешь прославить свою фамилию, в хорошем смысле прославить, то ты только своими делами можешь ее прославить. Можно иметь фамилию, ну, какую угодно, Пушкин хоть с рождения, но если у тебя нет дара, там, красиво и ярко, и еще в рифму выражать свою мысль, или рассказывать о широте русской души, то все равно Пушкиным ты в том смысле не станешь никогда. Вообще, когда начинали именно освещать хоккей, насколько было трудно разобраться, какие были познания перед тем, как вы начали работать в этом направлении? Хоккей настолько динамичная игра, что мне кажется, в ней разобраться до сих пор иногда сложно, и не только мне. Я обращаю внимание, вот вчера была на матче, тренер стоит и говорит, а что такие правила? Я что-то пропустила, там был момент, я не буду защищать, какой тренер, да, какой тренер и по какому эпизоду. То есть, действительно, очень много информации всегда. У нас всегда перед началом каждого сезона проводят специально, благо, главный арбитр КХЛ, специальные семинары, где рассказывают о всех нововведениях, которые используются для того, чтобы там игра стала динамичней, красочней, интересней для зрителя, понятней, может быть, где-то не совсем понятней для... или просто много информации для самих игроков. Но в любом случае, конечно, ты, когда по 20-му кругу проходишь одни и те же моменты, ты ко всему этому привыкаешь. Но да, приходилось, я, в принципе, говорю, что всегда с интересом относилась к вещам, которым я занимаюсь. Потому что если ты... Я это поняла, тут формула успеха, ну, успеха как успеха, только в том, когда ты относишься к делу со всей душой, когда ты действительно болеешь за то, что у тебя там происходит, вот за каждый... Не знаю, даже сейчас, как в нынешнем формате, когда нет пленки, да, когда нет кассет, а есть вот цифровые у нас аналоги носителя, когда ты переживаешь за каждый кадр, который ты делаешь там в сюжете, какая склеечка там у тебя или еще что-то, если говорить там вот о репортерских каких-то делах, то, соответственно, ну, у тебя и на выходе будет что-то вот такое. А если ты переживаешь, то и, соответственно, продукт получается такой же, не может быть по-другому. Сложной частичкой своей души, да. И души, да. Ты, соответственно, таким образом, это только продукт, который ты делаешь, делаешь качественнее. И когда, допустим, я там больше занималась, работала на хоккей, я даже не поленилась, появилась книга шведская «Путь в элиту», она называется, вот как раз таки там. Там шведы издали очень хороший такой трехтомник, у нас перевели его благодаря руководителю на тот момент МХЛ, Молодежной хоккейной лиги на русский язык. Там прям с картиночками все показано, по позициям защитник, что делает там, помимо того тренировочного процесса, который проходят игроки там в шведском хоккее, соответственно, то там показано просто вот по игре какие-то моменты. Понятно, что там, ну, чтобы совсем окунуться в это, это, наверное, надо менять профессию и становиться тренером. И вот у нас Дима Федоров прекрасно освоил, закончил высшую школу тренеров и прекрасно справляется, улавливает какие-то моменты. Хотя, допустим, он сам, ну, из-за того, что слишком много понимает хоккей теперь изнутри, как тренер, он как-то, может быть, иногда не очень любит вставать у комментаторского микрофона, в комментаторской будке, чтобы это комментировать. Потому что, в любом случае, ну, это более другие, глубокие знания, которые может там зритель, ему они не нужны, он их может и не понять. Не понять, да. Это уже немножко другой уровень. Поэтому я вот как раз таки стараюсь держаться той самой золотой середины, когда ты остаешься понятен телезрителю и интересен. Потому что наша задача что? Вот, как Сергей Федоров приходил несколько дней назад на интервью, как раз мы разговаривали на эту тему, что как здорово, что есть тренеры, которые действительно не стараются просто сказать бу-бу-бу-бу-бу, и я пошел. Будем сегодня, сегодня там стараться забить или там забросить и там не пропустить. И вот это наш план на игру. А есть тренеры, которые действительно тебе пытаются, ведь он объясняет не мне, он говорит, я не с вами сейчас работаю, я работаю с теми, кто нас смотрит. Я через вас работаю с теми, кто смотрит. А кто смотрит, кто смотрит, болельщик. Соответственно, если ему это будет интересно, он придет снова и снова на хоккей и будет болеть. Пока будет хоккей и будут зрители на трибунах, будет сам хоккей существовать и жить, потому что, ну, это все взаимодействие, это вот такая большая машина, которая крутится за счет того, что работают все механизмы. Вот так. Ну, вот, кстати, в этой конве, да, работа Игоря Ларионова в этом сезоне, как вы ее оцениваете, что он привнес нового? Блеск. Ну, он, во-первых, принес себя. Это очень важно. Я очень рада, что Игорь Николаевич вот так раскрывается перед, потому что я, ну, достаточно давно наблюдаю его в какой-то такой теневой позиции, какой-то более скромной, да, там были работы и в национальных сборных, но в любом случае, вот сейчас у него как раз-таки клубная атмосфера позволяет ему раскрепоститься на все там 200 процентов. Здорово, что он, ну, с таким легким менталитетом заходит, потому что КХЛ все равно еще в каких-то моментах, несмотря на то, что 15 сезон, в каких-то моментах еще тренеры старой формации, еще, хотя у нас сейчас идет, скажем так, смена поколения, прияда молодых тренеров, я их называю молодыми, Воробьев, Никитин, Федоров, это все молодые тренеры, Илларионов в том числе, они несут новое, да, и, соответственно, вот Игорь Николаевич, он тоже является ярким примером тому, как надо раскрепощаться, тому, как нужно быть самим собой в рамках своей профессии, вот эти вот салаты, которые он приносил на пресс-конференции, да, вот это вот сейчас он игрока, который травмирован, ставит на лавку в качестве помощника, ну, пусть он, ему еще рано помогать, но он держит такой, какой-то новый посыл дает всем остальным, что надо пробовать, и у него, соответственно, получается, а когда у тебя все свободно в голове, у тебя ты, соответственно, он попал в такую команду, в торпеда, где, ну, нет, сто процентов, вот когда на тебя никто не давит, что ты должен обязательно взять этот кубок, понятно, что каждый спортсмен, и каждый тренер, он ставит перед собой задачу выиграть, это, ну, составляющая, это неотъемлемая составляющая психологии любого спортсмена, я выхожу для того, чтобы выигрывать, а не для того, чтобы просто, да, пройти дистанцию, пусть я сегодня не выиграл, но я выиграю завтра, то есть это в любом случае путь к какому-то успеху, рано или поздно, и вот сейчас он свободен, он свободен, и у него команда, извините меня, на каком месте, сейчас снова на втором месте в западной конференции, это все говорит о том, что когда человек раскрепощен, когда руководство помогает ему, вот именно не давит, не ходит, не говорит, что ааа, вы там сегодня, там 6 матчей уже проиграли, утутутуту, мы завтра вас прижимаем с вами контракт, и ребята, соответственно, это все чувствуют, у него молодые, активные, тоже с амбициями ребята, которые тоже хотят доказать, кто-то мечтает, наверное, большинство, нормальные люди, мечтают там начать, или попробовать свои силы в национальной хоккейной лиге, это вполне естественно, это вполне нормально, но для того, чтобы это сделать, нужно обрасти мясом, которое вот сейчас, как раз-таки, Игорь Николаевич, дает возможность этим мясом, вот этими мускулами, которые позволят им потом всех своих конкурентов, так сказать, разбрасывать и быть первыми, сейчас это делать. Знаете, ни для кого не секрет, что есть часть спортивного, хоккейного общества в стране, которая изначально со скепсисом относилась к такому подходу Игоря Лорионова, и даже говорят, что ждут прям, когда он провалится. А, ну, когда провалится, ну, слушайте, это я вот, в данном случае, я, может быть, повзрослела, может быть, как-то это по-другому, может быть, набралась опыта, я давно поняла, что все равно ты никогда не будешь любим всеми, всегда найдутся те, кто за и те, кто против. Тут вопрос того, вот что ты внутри себя чувствуешь, что ты делаешь правильную вещь для себя, комфортную для себя вещь, то, что ты хочешь сделать, или ты делаешь то, что тебя заставляют делать. И вот когда у тебя будет вот здесь внутри, так сказать, гармония, то, собственно говоря, и мнение вот этих недоброжелателей, потому что и завистников, они, может быть, и хотели бы верить, но они настолько вот завидуют успеху, который человек добивается, соответственно, они иногда вот выражают такой негатив. Поэтому на это не надо обращать внимание. И я надеюсь, что, Игорь Николаевич, я, ну, может быть, это будет, конечно, фантастично, если он будет играть в финале конференции, но я надеюсь, что он пройдет очень далеко по сетке плей-офф. Ведь вам и самой приходилось в вашей профессии преодолевать этот скепсис, да, как вы его преодолели? Ну, я говорю, тоже по той же самой, наверное, по тому же принципу. Просто проходит время, конечно, когда, говорю, мне было там лет 20-25, для меня были обидные там вещи, говорю, когда я там мелкая подставляла там тумбочки под эти, эти фотки, тогда только как раз у нас началась эта волна, вот появились первые соцсети, это все распространялось, это все как-то там эти комментарии, ой, господи, это было столько много всего, тем более я девочка, конечно, мне такие вещи обидно слышать, читать и так далее, но, я говорю, прошло время, и когда ты понимаешь, что тебе доверяет твой руководитель, и он тебя отправляет на крупные турниры, ты делаешь репортажи, ты в конце концов встречаешь людей, которые говорят, Наташ, как здорово, мы вас смотрели там на Олимпиаде, мы смотрели вас на чемпионате мира и так далее, и тому подобное, когда там твой же руководитель говорит тебе по приезде, что ты здорово отработала, ты хорошо отработала, ты молодец, ты понимаешь, что ты делаешь то, что тебе нравится, и вот я говорю, когда наступает момент, когда ты чувствуешь, что что-то не нравится в твоей, в твоих действиях, в твоей профессии, тогда нужно сворачиваться и уходить, менять что-то другое, у меня много знакомых, девчонок, моих однокурсниц, одноклассниц, которые не из этой профессии, иногда они там занимаются современной психологией, говорят, вот нужно менять место работы, там каждые 5-7 лет, я уже не помню, а ты вот почему не меняешь? Я говорю, слушай, я не хочу ничего менять, ну в смысле, я хочу заниматься новыми проектами, я берусь там за то, за это, за то, что мне интересно, я как-то где-то расширяю свой диапазон действий, где-то что-то пробую, допустим, как история с детскими рассказами, это моя такая проба, она вообще, это история, но я попозже расскажу, как она, с чего она началась, или там проект, сейчас мы делаем клуб тренеров, я его долго вынашивала, в том плане, что я долго искала людей, которые меня поддержат, я вообще, в принципе, хотела именно с тренерами, с главными тренерами делать вот эти интервью, такие, не слышали меня, сразу не слышали, очень долго не слышали, вернее, сначала вот как матч тогда образовался, долго меня не слышали, не хотели как-то, считали, что это, ничего вообще интересного, а потом нашелся человек, который вот такой, ой, тренеры, это класс, это вообще, это люди, которые делают лицо лиги, в том числе, а тем более сейчас, когда вот именно появилась эта россыпь новых звезд, когда, ну, звезд в тренерском смысле, и тренерские идеи новые, тренерские какие-то подходы, современные, поэтому, здорово, почему нет, давай делай, вот мы сели и делали, а что касается книги, то тут могу точно сказать, что, ну, вопрос писательства у меня с детских лет стоит, я когда в детстве была еще, мы жили в селе Виноково, это Краснодарский край, там, Мостовской район, далеко вообще очень, Краснодара километра 250, я забиралась на чердак, и у меня папа был учетчиком, работал учетчик, это такой вот, у него такие учетные были журналы, они такие продолговатые, я не знаю, как формат, наверное, А4, наверное, побольше, чем А4, они все вот в линеечку, в клеточку там, потому что всякие столбики, ну, не в чем было писать, я забиралась на чердак, и писала вот все, что могла выдумать, какие-то моменты, то есть это во мне всегда, ну, ощущалось желание, но поскольку я работала все-таки в теле, а не в газете, да, то есть в телеке, тут с писанины немножко, ну, меньше вариантов, условно говоря, и какие-то глобальные вещи, наверное, из-за отсутствия времени это делать сложно, потому что писательство, это такой же труд, как и все остальные, а здесь рассказы, вот именно в паузе, когда заканчивается хоккейный сезон, и до начала следующего, у меня появляется там 3-4 месяца, и, соответственно, вот с детскими рассказами, так получилось, что в Белгороде, я познакомилась там с теми, кто курирует, сейчас покажу тоже эти картинки, вот эта книжечка, она пока тоненькая, там некоторые говорят, ой, такая тонкая книга, говорю, слушайте, тоненькая книга, да, но это моя проба пирает раз, и плюс, это большая работа, это тонкая книга, может быть, показаться такой, я на своем сыне пробую эти форматы, в плане того, что, чтобы не тяжело таскать, чтобы бросил куда-то там в рюкзак, было удобно, шрифт, мы очень долго выбирали, художник очень большую работу провел, потому что яркие, красочные такие, да, иллюстрации, сделанные тоже с душой, художник, девушка тоже, у нее там подрастает сын, 10 лет, собственно говоря, продумывали, она вообще от спорта далека, мы с ней изучали все вот эти моменты, ну, здесь и лыжная история, здесь две хоккейные истории, вот эта история основана на реальных событиях, когда действительно это вот мой прототип, я действительно тащила, ну, кто читает, тащила клюшки одному хоккеисту, прямо на чемпионат мира, потому что они улетели раньше, а мне нужно было довезти эти клюшки, но я ехала тоже на чемпионат мира, и мне там еще помогал Фетисов, он просто летел одним рейсом вместе с Касатонов, но здесь я этого не рассказываю, но в любом случае это художественный, такой полухудожественный вымысел, естественно, поэтому мне кажется, детям вот с 7-10 лет, это будет очень интересно, можно даже и взрослым почитать просто, они, может быть, такие покажутся наивными, но это детские рассказы, опять-таки я подчеркиваю, для восприятия, детского восприятия, и сейчас уже там стоит идея сделать следующий выпуск, естественно, для того, чтобы там и девчонок обязательно, поскольку здесь больше мальчишки, главные герои, девочки тоже занимаются спортом, я знаю очень активно, очень много историй, вот поэтому я надеюсь, что как закончится этот Кубок Гагарина, я сяду уже за следующий, так сказать, за следующее издание. А почему все-таки детские? Потому что сын... Да, я на нем, он, честно говоря, моя фокус-группа, его одноклассники, моя фокус-группа, потому что сейчас очень много, я сама столкнулась с тем, что они сидят в этих гаджетах, постоянно планшетах, и мне нужно было его как-то забрать из этого. Я как делала? Я писала эти рассказы и давала ему читать. Я говорю, так, садись и читай, друг. Он не особо большой любит чтение, но благодаря им или какому-то стечению взаимодействия, в любом случае, сейчас он, у меня вот вчера я ему привезла, он говорит, мам, закажи мне советскую энциклопедию, такую, про историю Советского Союза, вот так, вот такая толстенная книга. То есть у него через эти рассказы, ну, то есть пока он летом со мной работал, что привелось интерес именно к живой вот книжке, которая пахнет, не которая там где-то в нашей... Скоролится. Да, 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 и портит зрение, между прочим, кстати, это тоже очень важно в детском возрасте, а именно пахнет, где есть картиночки, где есть... Он там с удовольствием рассматривает, там нарисован Сталин, там прям эпоха Советского Союза, прям с начала создания до развала и так далее, ну, такая толстенная книга, там флаги, те, которые использовались у всех государств, которые вошли в состав Советского... Там... И все это... Вообще сам интерес. Да, и там все красочно, и, да, и, собственно говоря, там просто она детская, но в любом случае. И это все красочно, и мне нравится, что он тоже, и почему он рассказывает своим друзьям, он своих друзей теперь подбивает, ой, а ты вот попроси маму заказать там себе классная там книжка про историю того-то или того-то, или атлас мира с флагами с разными, он там их перерисовывает. То есть он стал для меня тоже каким-то таким мотором, который заставил меня вот поработать в этом направлении. Плюс короткие рассказы, они, ну, казалось бы, короткий рассказ, но над одним рассказом я иногда думаю... Тут ты же не просто сел и написал, ты ходишь, ну, как бы выдумываешь сюжеты. Даже если эта история частично взята из жизни, да, все равно тебе нужно придумать какой-то такой, ну, не бытовой какой-то исход, не бытовое место действия, что-то вот как-то над этим, какую-то, опять-таки, дровоучительную историю обязательно, ну, поскольку это детская история, это самое нужное время или удобное, или единственно возможное время, когда мы им еще можем объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, какой поступок хорош, а какой поступок, может быть, не надо делать. И, кстати, вот в детских своих рассказах я тоже пыталась... Насколько дружба важна, или, может быть, насколько даже отношения в семье иногда складываются, и что ребенку надо, и что ребенок хочет, или что он получает, и, может быть, даже не знает, не ожидает от кого-то получать то, что он может получать. Ну, то есть, вот я говорю, что там масса историй, а с детьми мне работать, я тоже поняла, что мне очень интересно. Спасибо большое, Наталья. К сожалению, у нас очень мало времени. И сейчас будет... Да, у вас будет следующее мероприятие, будет встречаться... Спасибо. Как раз с детками, да. Да, с детишками. Спасибо огромное. Единственное, что на... Хотелось бы, чтобы вы дали совет, например, молодым начинающим журналистам. Да, я, прежде чем дать совет, подарю вам. Смотрите, такая классная кепка, континентальная хоккейная лига, ее можно носить на любой матч. Круто. Спасибо. Будет вам очень здорово. Супер. Совет. Совет работа. Работа над собой, работа над своими желаниями, чтобы эти желания были заветными, вот были у вас вот здесь, и когда они будут у вас здесь, и вы будете чувствовать энергию к ним идти, этим заниматься, тогда у вас все в жизни будет обязательно получаться. Точно-точно. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо огромное. Спасибо. Всем пока.